Турция Как свершившийся факт, мы можем утверждать и говорить о том, что турецкая держава становится серьезным гегемоном не только в регионе. Она активно влияет на процессы, которые происходят в Европе, в Африке, в тюркском мире, конечно же, ну и в исламском. В последнюю очередь Турция занимает непримиримую позицию по отношению к тому, что происходит сейчас в Газе. Эдаган является одним из тех, кто принципиально и системно отстаивает интересы палестинского народа на обретение собственной самостоятельности и к тому, чтобы Палестина обрела собственное государство. При этом, естественно, есть противники Турции, противники Эрдуана. И эти противники используют малейшую возможность для того, чтобы с одной стороны раскачать ситуацию внутри страны, а на внешнем контуре, на внешнем треке критикуют ее со всех сторон. Ну вот, на днях была годовщина взятия усманами Константинополя, нынешнего Истамбула или Исламбулу, то есть нахождение в исламе, ставка ислама. И, как отметил сам Эрдуан, в своей речи некоторые люди пишут на стенах различных зданий в Стамбуле о том, что оккупация началась вот в год взятия Константинополя. Оккупация и геноцид. Ну, очевидным образом, что это, конечно же, провокация, потому как историю невозможно переписать. Более того, Турция на протяжении этих столетий продемонстрировала, что она является цивилизационным ядром. И все народы, которые здесь проживали и проживают, считают ее своей родиной. Более того, те группы немусульманских групп, которые находились в составе Османской империи или сейчас в Турецкой республике, имеют те же права, когда в Османской империи. Они жили в формате миллятов, имели свое судопроизводство, основывались на своих правовых религиозных нормах. У них были определенные привилегии и, в общем-то, никакими ущемленными группами они себя не считали. Поэтому те, кто пишет такие провокационные вещи, как минимум не понимают, о чем идет речь. Здесь же особо подчеркнуть следует тот факт, что есть силы в мировом масштабе, в глобальном масштабе, которые хотят, чтобы Турция сошла с исторической сцены. У них, конечно, это не получается, поэтому они используют различные мерзкие приемы, критикуют Турцию, пытаются вводить против нее санкции, находят какие-то огрехи и постоянно указывают им на нарушение прав женщин или каких-то сексуальных меньшинств и так далее. То есть используют все эти манипуляционные технологии, которые, на их взгляд, способны пошатать позиции Турции. Известно, что Турция страна консервативных взглядов, она стоит на своем цивилизационном фундаменте. Этот фундамент основывается на исламских ценностях. Естественно, очень многим это не нравится. Они говорят, что ислам это некая архаика, ислам это ретроградная форма мышления, бытования и всего остального. Хотя, как раз Турция демонстрирует, что она развивается вопреки тому, что на нее давят, вопреки тому, что на нее накладывают всевозможные ограничения, санкции, несмотря на то, что ее критикуют, несмотря на то, что большая часть Запада, конечно, не хочет, чтобы Турция крепко и уверенно стояла на ногах по этой причине. Турции фактически отказали, чтобы войти в европейское сообщество. В ЕС сначала обещали, потом поняли, что Турция не растворится просто так, что турецкое население будет ориентироваться на свои ценности, на исламские. Прежде всего, Европа не сможет их переварить. Это не тот абсолютно случай. Ну и вот, как говорится, из-за этого у кого-то сильно вскипает внутри и снаружи. Что касается Стамбула. Стамбул по-настоящему один из центров мира. Это не преувеличение. Потому что Стамбул находится в прямом смысле, географическом, на стыке двух континентов. Европа и Азии. Стамбул является связующим мостом. Понтификус, как говорили о латиняне. Наводящие мосты между Европой и Востоком. По крайней мере, Ближним Востоком. Между Африкой и Евразийским Большим Континентом. И Стамбул всегда был городом бесспорно разным, интересным, великим. Это признают абсолютно все. Собственно говоря, обладание Стамбулом, так или иначе, это обладание, по крайней мере, сердцевиной Турции. Естественно, есть силы, которые хотят Стамбул перекроить. Хотят из Стамбула сделать какой-то всемирный бродвей или бордель. Для этого они всячески критикуют турецкое руководство за то, что оно там, дескать, ущемляет чьи-то какие-то права отдельных, отдельной какой-то горстки сумасшедших провокаторов. Стамбул был и остается цивилизационным центром. И он является таковым только потому, что он сохранил свою идентичность. Эта идентичность является главным богатством и этого мегаполиса, и этой страны. Потому что Стамбул, помимо всего, является крупнейшим городом Европы. Крупнейшим. Он крупнее, чем Берлин, Париж, Лондон, Москва, в конце концов. То есть он концентрирует в себе не только человеческие ресурсы, но и концентрирует в себе политическую волю. Он концентрирует в себе все те творческие импульсы, которые исходят во внешнем, так сказать, периметре. Стамбул является городом, который не находится в какой-то глубокой депрессии, как многие мегаполисы. А напротив, Стамбул это город, это пространство, где находят себе приют очень многие люди. Очень многие. То есть Стамбул прибывают, Стамбул всех устраивает, потому что Стамбул для каждого свой. Это не так, как ты приехал в Нью-Йорк, и этот город просто тебя поглощает своей серостью, своей угрюмостью, своим этим капиталистическим флером, который затягивает в болото или же вытягивает из человека все эссенции, заставляет его денно-нощно работать, а потом выплевывает как ненужную кость. Это не какой-нибудь сумасшедший космополитический Пекин, где цифровизация достигла таких пределов, что человек просто теряет собственное нутро. Человек перестает быть человеком, он становится биороботом, он становится просто терминалом бесконечным. Это не имперская, околосталинская Москва, которая тоже давит своими вот этими вот имперскими нарративами. Нет, Стамбул он пестрый, он хороший по-настоящему, он очень своенравный, и при этом Стамбул живой. Стамбул живой – это город, который имеет свой дух, это город, который имеет свою специфику. И, конечно, с этой особенностью Стамбул выделяется на фоне других. Поэтому есть завистники, естественно, которые не хотят видеть Стамбул одним из центров мира. Я считаю, что Стамбул будет укрепляться, Стамбул и Турция, бесспорно, потому что мы видим, как он притягивает к себе людей, а притягивает к себе только живое. Мертвый не может притягивать живых. Субтитры создавал DimaTorzok